О задачах, поставленных на 2020 год, а также приоритетных направлениях на следующий год, рассказал Хакимовласт Сергей Джон Турдымов на 19-й сессии областного кингаша народных депутатов. В обращении к местным депутатам глава Вилаята проинформировал, что было сделано за этот год в сферах здравоохранения, строительства, предпринимательства, туризма и других. В этом году Волобой региональный продукт составил 42,1 триллиона сумм, или 1,9% по сравнению с прошлым годом. В рамках программы локализации на 22 предприятиях произведено 52 вида импортозамещающей промышленной продукции на сумму 178 миллиардов сумм. За 11 месяцев 2020 года 495 предприятий экспортировали товары на сумму 310 миллионов долларов США в 53 страны мира. Число предприятий-экспортеров увеличилось на 190. Городоначальник в своем обращении также отметил о последовательных мерах, принятых в последние годы по реформированию сельского хозяйства и внедрению рыночных механизмов в отрасль. В частности, по увеличению животноводства реализовано 139 проектов на 236 миллиардов сумм. Из Австрии, Германии, Нидерландов и Дании завезено 3100 голов скота. Организовано высокопродуктивное племенное производство. Еще один важный фактор, влияющий на настроение населения, это создание рабочих мест, подчеркнул Аркинджон Турдымов. Согласно программе занятости в уходящем году создано 27245 новых постоянных рабочих мест. Во время пандемии уровень безработицы составил 13,6 процентов или 216 тысяч человек. По словам Хакима области, в результате анализа текущего состояния социально-экономического развития регионов по системе рейтинговой оценки на основе статистических показателей и результатов вопроса в зеленую зону вошли города Самарканд и Катукурган, Булунгурский и Самаркандские районы, а Кашрабадский, Пахтачийский и Паэрэкский районы – в Красную. Что касается коммунальной сферы, то уровень доступа к чистой питьевой воде в области достиг 66%. В настоящее время протяженность сети питьевого водоснабжения составляет 4841 километр. В 2020 году реконструированы 735 километров водопроводных труб, 6 резервуаров и 143 водохозяйственных объекта на 580 миллиардов сумм. Дебиторская задолженность населения Самаркандской области по электроэнергии составляет свыше 683 миллиарда сумм, а по газоснабжению – 785 миллиарда. Лидерами по задолженности за потребление голубого топлива являются город Самарканд, Пастаргамский и Самаркандские районы. По завершению расширенного заседания состоялась пресс-конференция с участием представителей средств массовой информации.